дамы и господа приветствую вас на своем канале в этом видео расскажу вам про второй общий тест патч 1.24 который у нас появится в игре 24 января этот второй общий тест доступен до 16 января 23.00 мск также на этом общем тесте можно выполнить маленькие задания 5 раз попасть в топ 10 по опыту 10 раз попасть топ-10 по опыту и 15 раз за что можно получить один день према 100 бон и 5 резервов на серебро также в начале еще хочу вам показать как разработчики сейчас апают британские колесные танки на экране вы видите концепт номер 5 они им добавляют еще прям всей ветки всем британским колесником скорость поворота шасси причем на первом общем тесте они добавили им в два раза больше скорость поворота на втором общем тесте они немножко уменьшили скорость поворота шасси для девятки и десятки теперь не 80 как на первом общем тесте а 65 скорость поворота шасси сейчас на основных серверах скорость поворота шасси у них 40 то есть на 25 у нас улучшится если это выйдет на основные сервера и это уже очень жесткий ап а явно помню что британский концепт номер пять десятка сейчас одна из лучших среди СТ на 10 уровне. Этот танчик не про броню, не про маскировку, а про нанесение урона и про скорость. Но маневренность была ужасная и отвратительная. С таким аппом это будет просто очень активный средний танк, который сможет очень неплохо так потрепать нервы соперникам, поскольку сможет быстро менять свои направления, заезжать с разных углов и крутить-вертеть, причем очень жестко. Так там еще и пушка классная, скорость максимально офигенная, остаются у нас минусы это размер, броня и маскировка. Эти параметры у танчика не очень, но он и так уже показывает очень хороший результат и является одним из лучших среди подобного геймплея СТ-10. Если б я знал, что им будут аппать скорость поворота шасси прям всей ветки, я бы эту ветку начинал качать в патче 1.24, поскольку такой геймплей намного интереснее, бодрее и веселее. Теперь я жалею, что рано выкачал ветку. Также в следующем патче у нас будет коллаборация с группой Ария и новый прям танк Объект 703 вариант 2 Феникс. Про него мы уже в прошлых видео поговорили, поэтому идем дальше. Следующая очень важная интересная вещь, которая будет у нас тестироваться и ждет нас в патче 1.24, это конструкторское бюро. Конечно же оно. А вы думали классический стальной охотник, который в очередной раз запускается? Я думаю, что все в него уже наигрались. Самое интересное в конструкторском бюро, это то, что помимо обычных ресурсов, а я напомню какие это, которые у нас всегда были в конструкторском бюро, золото, кредиты, свободный опыт, боны, фрагменты национальных чертежей, фрагменты универсальных чертежей, нас ждет еще новый ресурс. И этот ресурс многие из вас, наверное, уже накопили очень много. Я иногда в комментариях вижу, как вы просите дайте возможность куда-нибудь деть уже эти дни према, поскольку дни премиум аккаунта у многих, не прямо у всех, но есть люди, у которых их тысячами уже там накопилось, они не знают, что с ним делать. Особенно люди, которые много покупают новогодние коробки. Этих дни према уже на несколько лет вперед, у меня, допустим, тысяча дней према, и я с радостью бы слил бы большую часть куда-нибудь. И вот появляется у нас возможность в конструкторском бюро, еще один новый ресурс, который можно вложить в получение нового какого-нибудь танка. Здесь будет, как обычно, у нас сначала танки номерные, в первой ограниченной партии у нас будет 3D стиль с уникальным номером, который будет отображаться на орудии, а также на заднем фонаре. А следующие будут без 3D стиля обычные. Так вот, чтобы получить этот танчик, помимо обычных ресурсов, у нас еще будет теперь доступен новый дни према аккаунта. Ну вот, что меня больше всего смущает, это то, что, допустим, золото, кредиты, свободный опыт и бонны не ограничены, и их можно заложить на танчик столько, сколько хочешь. А вот чертежи, национальный и универсальный, там есть ограничения. К тому же, если ты хочешь национальный в танчик вкладывать, там на каждой нации есть ограничения, и вводить каждую нацию очень долго. Пока вы будете каждую нацию добавлять в танчик, вы можете пропустить все номерные с 3D стилем танки. Также дней премиум аккаунта на тесте ограничения 20%. То есть 20% днями премиум аккаунта мы можем закрыть, остальные 80% чем-то другим. А есть люди, которые просто, допустим, золотом 100% воткнули золото, получили танк, и очень много людей, которые каким-то одним ресурсом закрывают весь танк, и они буквально в первые пару секунд забирают танк, из-за чего можно не успеть получить танчик с циферкой. И каждое следующее конструкторское бюро такое ощущение, что все быстрее и быстрее. Люди уже прохавали эту фишку, и стараются как можно быстрее это все сделать. А вот люди, которые будут там дни према вкладывать, каждую нацию чертежек там добавлять, они пока все это сделают, дай бог, если у них там какая-то последняя циферка будет. А возможно так будет, что у них вообще будет танк без 3D стиля. На мой взгляд, лично основная фишка этих танков это 3D стиль. А вот сам танк можно взять, только если он классный. И играется приятно, и он не слабый. А за конструкторское бюро, лично на мой вкус, только один сильный танк, объект 780. Остальные танчики мне не особо зашли. Не знаю, как на ваш вкус, это лично на мой. Как вам танки за конструкторское бюро, можете в комментариях написать. Возможно, кому-то будет интересно узнать, что люди об этом думают. В общем и целом, это хорошо, что днепрема можно теперь хоть куда-нибудь потратить. Это впервые разработчики дали такую возможность. До этого днями према нигде ничего не расплатишься, ничего не купишь, никуда их не потратишь. Они только собираются, собираются и собираются. Также есть люди, которые там с тарифом игровой играют, и в них днепрема только собираются. И куда их тратить непонятно. Но на мой взгляд, если ограничения убрать, то очень много танков уйдет просто за днепрема, поскольку много людей, у которых днепрема тысячами. Но с другой стороны, если таких несколько конструкторское бюро пройдет, то у людей закончатся эти лишние дни према, и этот ресурс станет актуальнее. А если днями према конструкторское бюро можно закрыть только на 20%, мне кажется, таким образом дни према не слишком быстро начнут заканчиваться у людей. Но я думаю, больше людей захотят не одним ресурсом закрывать, а еще и с днепрема. Возможно, теперь за два ресурса люди будут покупать танк. За дни према и еще за что-нибудь. Честно говоря, я бы все дни према, которые у меня есть, воткнул бы в конструкторское бюро и просто вообще даже не пожалел, поскольку, а что с ними делать? Они все равно только увеличиваются. Напишите в комментариях, как вы думаете, какой танк у нас будет за конструкторское бюро. За последнее время у нас тестируют советскую ПТ-шку, которая похожа на СТРВ, СУ-122В, объект 268 вариант 4, это штурм САУ, а также немецкую СТ-шку с Альфой 750. А может, какой-то танчик, который особо не показывают. Мне кажется, что-то из этого будет. На этом у меня все. С вами был Варчик. Горать красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачного дня и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok